Конь-Колодесь. Село Хлевенского района Липецкой области. Центр Конь-Колодесьского сельсовета. Расположен на левом берегу реки Дон. Через село проходит федеральная автомагистраль Дон. В 1998 году была построена объездная платная дорога вокруг села. Для жителей Липецкой области проезд был сначала бесплатный. Своё название село унаследовало от реки Конь-Колодесь, впадающей здесь в Дон. Колодесь – это родник, источник. Происхождение же первой части «Конь» до сих пор неизвестно. Есть предположение, что первоначально село носило название «Конев-Колодесь», где «Конь» – это имя человека. По другой версии, незамерзающий зимой родник-Колодесь получил дополнение «Конь» в своё название из-за конных дозоров, стоявших на этом месте. По третьей версии, река-Колодесь получила прозвище «Конь» за свой бурный характер. Который не давал ей замёрзнуть даже зимой. Например, по этому принципу «Белый колодец» получил своё дополнение, быстрое течение которого образовывало белую пену. Вокруг топонима ещё с давних времён ходят легенды. Будто бы «Конь» самого Петра I, когда тот ехал в Воронеж, у колодца сломал ногу. Данная легенда не находит исторического подтверждения. Также не связана с этой легендой установка верстового обелиска от Москвы 432 версты. Село возникло в середине 17 века. В 1678 году упоминается как деревня. «Конь-Колодесь» был владением дворенского рода Синявинах, давшего России несколько поколений замечательных флотоводцев. В парке-усадьбе похоронен Иван Синявин. В 1711 году деревня стала селом. В селе была построена первая деревянная церковь Иоанна Богослова. Близ села имеется славянское городище. Необычное название породило массу легенд о коне, напоянном у колодца или доставившем своего седока к колодцу. Владельцы села в середине 18 века даже установили дорожный знак-обелиск с плоским металлическим изображением коня. В 1889 году в селе открыта одна из первых в России сельскохозяйственных школ. В советское время совхозтехникум. В советское время на месте прежнего храма было построено здание сельсовета. В данный момент на 2018 год в селе проживает 1951 житель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова